Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, доброй ранецы. Сегодня завершается рабочий визит на Гомельщину Сягульной конфедрации профсоюзов. У программе наведывание института лесу Национальной академии навуки, обмеркование пытаний у выкористания лесов на забруженных территориях. А на переддне у Гомеля прошло специальное ваязное посаджение. Его отделники обмерковали макшимости по ширине супрациониста по оказанию медицинской допомоги по терпелому насельництву, у тым лику про зреализацию союзных программ. А в супрационистве у медицинской сферы шла размова и подчас наведывание Республиканского навуково-практичного центра радиоцинной медицины и экологии человека. Алексей Серов потекавился огученными пропановами. Наведывание Республиканского навуково-центра радиоцинной медицины и экологии человека мая практичную мету. По сути, это одна из первых медицинских установ Беларуси нового типа, где по терпелому насельству начала оказываться не только консультативная, а и специализованная лечебно-диагностичная допомога с применением сучасного высокотехнологичного обсталевания. Разом с тем, на думку керанисту Усягольной конфедерации профсоюзов, якось этой допомоги можно полепшить еще больше. Перш за все раз взаимный обмен новыми технологиями в рамках союзных программ, отповедный опыт уже есть. У нас союзная программа уже существует, она работает в области чернобыльской проблемы. Проходит мы очень тесно взаимодействуем с российскими коллегами, с Всероссийским центром экстренной радиоцинной медицины, с Институтом Бурназяна биофизики, поэтому этот процесс не останавливается. На специальное выездное посаджение комиссии Усягольной конфедерации профсоюзов, присвеченная 30-ти годию чернобыльской катастрофы, запросили в ученых, отказных работников, выконавших комитета СНД, представников международных громадских организаций. Усе удельники, добрознайомые с чернобыльскими проблемами, а для представленной выставы «Чернобыльский боль» все ровно выкликая неподробный интерес. На этих фотознанках, саправданной трагедии беларуской земли, якая сдарилась 30 годов тому, правда, за минулый час шмат очага изменилась, у вынеку реализации широкого державных и союзных программ на территории Беларуси и России до життя вернуто больше 200 тысяч гектаров сельгасугодиев и 120 тысяч гектаров гасов. Сирот досягнутых плюсов можно значить так само наладженный контроль за якостью продуктов харчаванья и створенную систему оздоровления населения. При этом с бедой шмат, якие краины, и мкнутся смагаться разом. На узровне керевников Украин-удельниц СНД подписано погоднение по хове здоровья грамадян, якие потерпели от узденья радиации. В этом году завершается реализация четвертой союзной программы. С уникой того, что некоторые проблемы имеют долготерминовый характер, и она, куча из-за всего, опошней не станет. Вот как раз в 2016 году завершается очередная четвертая по счету программа, совместная белорусско-российская. И в январе месяце на одном из совещаний в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации было принято решение о разработке концепции очередной, пятой по счету союзной программы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Телли, Раду, компания «Гомель». У рамках реализации договора об парадненне, сябростве и супрацовнестве помеж Гомелем и шотландским Абердинам в областный центр с визитом прибыла делегация громадской организации «Сябры Гомеля». Напереда дни гостей сустракали у гомельским гарвы канками. Супрацовнество городов продолжится больше, как 400 годов. За гэты час реализовано шмат сумесных проектов у розных сферах. Вызначены планы и на гэты год. Так, уверась, не во установах адукации Абердина лингвистычную стажировку пройдуть навученцы Гомельской гимназии номер 56. Досягнута до моля на степь черговым визите группы скаутов у Гомель. А кроме того, протягнется обмен вопытом помеж педагогами. Далейшее развитие отрема супрацовнества и медицинских специалистов. Дерегация урачов Гомельского областного шпиталя инвалидов Айчинной войны у Червени, наведая одну с клиник Абердина. А кроме уже затвержденных на прамках супрацовнества, уходя с устречи у Гомеля, наметились и новые. Так, представники городского совета Абердина пропоновали обмен вопытом у сферы будауництва. Это мой седьмой визит в Гомель. Я очень рад видеть, как город меняется. Архитекторы Абердины заинтересовали зданиями, которые были построены в послевоенный период. Интересен ваш опыт в поддержании их в хорошем состоянии, а также ваши современные архитектурные решения и технологии. У Гомеля отбылося поширенное посаджение коллегии областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь. И оно проходило в режиме видеоконференции. С красавика в регионе означается пожаро-небеспечный период. Миновата тому, головной темой для обмеркования стала работа по попереджении пожаров у сельской и лесной мясцовости. Зараз востро стоит питание у сгорания травы и хмызняку. Не глядячи на заборону, грамадяне протягивают самовольно выпаливать рослинное сметти. Литерально каждые сутки на Гомельщине региструется до 20 подобных у сгораний по республице до 100. У большинства случаев при наведении парадки на земле люди не выполняют элементарных правил пожарной безопасности, что приводит до серьезных наступствов. Выгорают земельные территории и побудовые, которые находятся на их. При ветре пожар худко расповсюдживается и часом знищая будинки соседев. Службы МНС с іншими субъектами профилактики ведут активную работу с насельницвом, однако далеко не у всех громадяне прислуховываются. Гражданам рекомендация простая. Нужно просто не делать то, чего делать нельзя. И если вы уже хотите навести порядок на своем подворье, то нужно соблюдать элементарные требования и нормы. Если вы уже хотите там спалить этот свой мусор, посмотрите, чтобы это не менее 10 метров каких-то построек, чтобы у вас рядом стоял какое-то ведро с водой, лучше какой-нибудь огнетушитель, чтобы это было место оборудованное, где вы будете там сжигать, посмотреть, ветер какой на улице, чтобы не было. А лучше всего, конечно, не заниматься этим выжиганием, потому что, к сожалению, это все очень чревато. У Гомеля начинаются отключаться тепленья. Распоряджение об завершении тепляльного сезона принято у Гомельским гарвиканками. В связи с повышением температуры поветра напереды дни почали отключение тепленья громадских администрационных будинков и предприемствов у домах, интернатах и навучальных установах. Отепление у детячих садах и школах, а так само больницах отключать сёння. Подобные расшения у районах Гомельской области будут приматься на месяцах. При умове, коли среднесуточная температура поветра на протягу трех дён в складе 8 градусов тепла. На переда дни означался «Сусветный день здоровья», что год яго прасвячаюць одной из актуальных проблем аховы здоровья. Сё лето тема и обрана профилактика и лячение диабету. Зараз у Беларуси на диспансерном улику с цукровым диабетом знаходится маль 290 тысяч пациентов. Под девизом «Пераможам диабет» проходил шерах мероприемства. У кожным районе областного центра представники Беларусского товарыства «Червоного крыжа» организовали пункты профилактичных медоглядов. Акции отбылись в организациях и на буйных вытворчих предприемствах. За часы их проведения медики провели консультации и вымярение у зровня глюкозы у крови методом экспресс-тестирования. Кожный из отделников отримал информационные буклеты по профилактице захворвания. К сожалению, эпидемия диабета нарастает во всем мире. И поэтому мы сегодня проводим такую профилактическую акцию «Победим диабет». Мы рассказываем, что это за заболевание, причины его возникновения, какие признаки, какие виды диабета. А также проводим экспресс-тестирование по измерению уровня глюкозы в крови. И если показатели превышают норму, рекомендуем пройти дальнейшее обследование. Темчас, ампляцовка коллег-головного корпуса Гомельского державного медицинского колледжа перетворилася у территорию здоровья. Тут усе жадающие могли отримать от выкладчиков и наученцев рекомендации по ведению здорового ладу життя, вымирать артериальные тиски, доведаться свой индекс массы тела. Белорусские пионеры так само долучились до проведения сусветного дня здоровья, причем с республиканским размахом. На переддне у Гомель отбылся спортивно-патриотичный марафон «Будь здоровы». С поборницей по пионер-боле и выступлений групп «Подтрымки». Головная особливость – национальный колорит. Максим Савин протягне. В марафоне приняли удел коляд 400 хлопчиков у девчонок зусе Беларуси. Масштабное мероприемство проходило у Гомельским палаце гульнявых видов спорту. Падеи разгортывались на двух пляцовках. Третий республиканский конкурс команд «Подтрымки. Пионерские искры» проходил у Великой зале. Финал республиканского турниру по пионер-боле на прызы газеты «Пераходный узрост» у Малой. В обоих споборницах примали удел команды «Пероможцы» региональных этапов зусих областей краины и города Минска. Конкурс черлидера у гэтым годзе меу особливости. В год культуры мы решили особенностью данного марафона сделать использование символики белорусского государства, использование речевок-лозунгов на белорусском языке. И это является одним из важных критериев при определении победителей. Споборничали группы «Патрымки» у двух узростовых категориях до 10-14 годов. Выступлений на белорусской мове, национальные мотивы у оденни. Команды старались притрымливаться у моего конкурса у полной меры. Кроме того, усе демонстровали добрую подрыхтовку, скандирование девизов и лозунга у танца и выканание акробатичных элементов. Но вот самые маленькие удельницы ураживали глядачу складанностью выступлений. Оценивала номары журы, у складе якого спортсмены, хореографы и черлидеры-профессионалы. Так что перемогли, саправдой, лепшие. Очень высокий уровень команд, которые участвовали в финальном этапе. И отрадно, что, по сути дела, это любительские команды, чей труд, результат, он создан людьми, которые являются любителями. Это не профессиональные педагоги, это не профессиональные тренеры по черлидингу. Это люди, которые занимаются этим в качестве своего хобби. И в этом качестве, конечно, уровень всех 14 команд и со всех маленьких детей и детей постарше, он был достаточно высокий. Перемогу у турнира по пионерболе отримала команда с Минской области. Дарыч на другим месте пионеры с Калинковицкого района. У молодшей группе конкурсу «Пионерские искры» лепшими стали черлидеры с команды «Космостар» с Минска. Сребра у коллективу «Эннджи Китс» с Мазыра. У старейшей группе представники нашего региона у тройку призеров не трапили. А лепшими снова стали меньшанием. Команда «Нью Стайл». Сначала были еще районные конкурсы, потом на город выходили. Когда победили город, пошли на республику. Были очень рады, что заняли первое место. Такого не ожидали, конечно, старались, репетировались. Белорусская пионерская организация подшила тесное супрацовнество с Национальным Олимпийским комитетом. А тому и ошедным бонусом для пироморцев конкурса «Пионерские искры» можно стать в делу якости групп подрынки в международных споборницах, которые будут проходить в нашей краине в будущем. Максим Савин, Валерий Гапаньком, телерадио «Компания Гомель». Бег на 400 метров с барьерами лечится одной из самых складанных дисциплин легкой атлетики. Она потребует от спортсмена не только выдатных спринтерских якостей, выносливости, а также тактичной подрыхтовки. Цена кожной помылки – поражение. Гомельчанину Евгену Гавриленку эта дисциплина покорилась. У 1976 года он стал бронзовым призером 21-х олимпийских гульнях у Монреале. И тем самым записал свою имя в историю сусветной и белорусской легкой атлетики. Напереды дни Яуген Михайлович отзначил 65-ти годзе. Повеншавать легендарного спортсмена пришли коллеги из сябры. Стройная постать, молодость у рухах и позерку. Яуген Михайлович не выглядая на свой взрос. Гэта означают пачас веншаванне усе. И жадают далей заховывать здоровье, оптимизм и добрый настрой. А кроме олимпийской бронзы, ускарбонцы Яугена Гавриленке третья место на чемпионате Европы. Четыре титулы чемпиона СССР, перемоги у матчевых сустречах легка атлетов Советского Союза и США. Вопыт большим багатый, и он за солодой делится им с молодыми. Яуген Михайлович – жаданный гость на споборництвах, икея проводится в нашем регионе. Стараюсь прийти на легкоатлетические соревнования, на детские соревнования. Особенно юный динамо, когда приходит молодая наша смена, обязательно бываю на таких мероприятиях. Мне приятно побыть среди молодых и получить от них заряд молодости, бодрости. Сегодня у Гомеля отбудется гала-концерт областного этапа Республиканского фестиваля арт-вакации. Это конкурс творчих коллективов и индивидуальных выканавцев установ высшейшей адукации. Да у делу примаются не только вокальные и хореографичные номеры, а и работы по сучасной личбовой творчасти, постановки и проекты. Республиканская комиссия проведет отбор лепших номеров для удела в финале, который отбудется празмесяц в Минске. У Музея истории города Гомеля разместилась коллекция ростовых лялек рыцарев. Выстава под названием «Витязь. Моцный орешек середневеча» открыта у рамках проекта «Знаемый и незнаемый Гомель». Усе экспонаты створались по реальных исторических прототипах. Аутар и владальник коллекции Миколай Разреза урыхтовал сталевые уборы каля трех годов. Гэтая коллекция з'являет самостатской интерпретацией середневечных европейских доспехов. Кожный с десяти маленьких рыцаров мае свое минулое, об яким рассказан на надлумачальных табличках. Галонная рызыночка экспозиции – презентация доспехов у Сходне Славянского война 12-13 годов. Над геми працевали удельники гомельских рыцарских клубов. У працы были и выкарыстаны уникальные дадены археологичных раскопок у Гомели о 1980-х годах минулого стагодзя. И на гэтым наш раннішний выпуск завершенный. У студы працевала Наталья Игнатенко. Пленнага вам дня и до новых сустреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин